всем привет дорогие друзья снова на канале батька мы продолжаем проходить киберпанк снасть на данной серии что мы короче попизделить джонни мы начинаем со своей квартиры задачи дополнительно давайте их выполним ничего интересного я не увидел так надеть одежде снаряжение как это взять вот это что лежит или это нельзя взять так выделяется мне похода ты не залит ну ладно посвони что интересно вопрос то есть да пиздец когтевка нахуй короче давайте вот мужской жилет ебать тоже такой вот ну да конечно пиздец ну ладно похоже наш коварный наш коварный пойдет сейчас не нравится вам пока за объемная хрень чуть еще раз снаряжение они из гардероба ой снаряжение так секунду что у нас есть а я еще голый ебать ночью так вот здесь так здесь очков репутации ворон ближним уносливость поставим здесь что у нас понятно ничего интересного тоже папушкам у нас поехали пулемётик лучше пулемёта нету винтовка лучше ее тоже нету пистолет это винтовка это дробловик то есть лучше пока тоже ой нахит поставил дерьмище блять осталось то иначе так так по перкам у нас что так сил мы прокачали давайте прокачаем технику на десяточки тоже посередине что бег здоровья так передвижение дробовик уличные бои да поставил чтобы не спариться по этому моменту здесь не что винтовки пистолет и пулеметы коротко ствол пистолек револьверов вот это можно принц поставить это вот урончик поставим поехали коротко кимура надо встретиться приходи в дайнер дома это еще зачем потому что я тот кто спас тебе жизнь честно говоря я еще не пришел в себя после того что со мной случилось это случится еще не скоро так и что же если ты хочешь жить тебе нужно вернуться в игру время не ждет дайнер дома я буду там короче ребят я предлагаю сейчас не кинуть сломя голову выполнить сюжетку все-таки сказать заняться этим побочными миссиями вами деньжат каких-нибудь там пушк топов и так далее этот пистики оставлю вроде бы эту он очень неплохой точнее говорят своим этом таскать если прокачать пестик мы спиздили у этого как его ириноба аросаки что блять дотик в питхаусе когда мы джеки воровали биочип на столе он лежал так ну все пока пока вот так быстренько слили тачка моя понятно пока ничего так погнали тут есть перемещатель вот он послушалась по миссии журнальчик это с эта тачка с процентами отдать и долг охуеть 21 штуку у меня 6 четко получить награду это заверши это завершение пошлите как раз пока заберем свою награду блять нихуя себе за миссию да короче блять погнали в гараж за тачкой не будем гулять сейчас уёбну на здорово ой блять я случайно добыли неприятности обычная фигня ну да и теперь наверное нужно железо и свинец может быть покажи что есть я там искал блять тут двое века вот здесь оказывается магазин сколько двенадцать его один такой чеку и жили брать тоже это на такой попробовать патрончики закупимся то чтобы они были в наличии на всякий случай я задание поменял случайно не на то что я хотел я хотел вот это сделать начал забрать бабки свои за то что вы там чоку спасли впервые в первой миссии самый 5 самой первой серии когда еще джеки был живой самая сквозь никаких нет в игре давить даме чернете дальше поехали сюда а у меня тачки нету блять и начать и забирать зачем и забирать блять значит тогда вы ребят меняем задание значит бен за счет тачку взять пешком не вариант на эту тачку забрать а вот на эту тачку чё хуел ты видел что то тут не так да ты думаешь да я не про аварию чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия вот что странно и чё сейчас приказ не пешком пиздавая туда задание блять ну выдачи компенсации к читайте потом пока давайте хоть что-то одно сделаем так этим не за не переключил сначала заберем вот это тачку наук и предлагай до 13000 вы чё ёбнуть мне 5 нет а то есть я не могу сесть в тачку и не могу выдавать тачку да блять как же охуенно да проще просто будет долететь сука я еще сейчас мусоров согрел да так упираем от хуйню дай пописать или еще быстрее просто дороже на своих двоих наху короче вот так я хочу так сделаю вот так вот наху вот нормальный рог полетит ну 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 я черенку без кнопкой раз кнопкой вытелиться и вот эта тачка и просто затаскивают на каждом повороте лакака каакада госпожа и хозяйка в эсбрук взгляни ко мне когда будет минутка нам нужно рассчитаться за сандру торсет вы хорошо сработали ты и твой друг до связи и я понял тебя заткнись значит со мной у тебя всю ночь будет стоять хорошо выглядишь дорог здоров так 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 неужели это вея собственной персоной в моем скромном салоне лакака давно не виделись а зачем ты здесь нам с тобой еще нужно рассчитаться помнишь сандру дорсет я не забываю о таких вещах вот твоя награда и очень приятный бонус загляни к рипперу у него для тебя подкожный имплант сможешь пользоваться умным оружием тигриные когти такое любят сука у тебя был мужей не нахуя такая информация мне объяснить в итоге сдавать сколько где-то будто был перемещать и помнить там скорее всего на не открыт это и смогу скачать где перемещал к ближайшим а там есть есть но если что-то вы к этой к этой летим сейчас перемещалки и потом качать туда что там за награды посмотрим так не надо вот сюда 3000 до 8 косарей пиздец даже на тачку не хватает сейчас ребята ты тут это задание мы до конца добьем и прочитаем сообщение там было от мамы джеки ну что-то там интересного нас скажет конечно он пригласит нас на похороны как лучшего друга что есть хорошего выбирай а чем отличается все я понял да получается да так а че еще у них по имплантов че я могу поставить грузоподъемность пока вроде мне не горит ну да пока вроде вес терпит здесь ничего нельзя здесь тоже вот это вот это интересно поставлю броньку что все продолжить телефон звонок мне отвлек так поехали здесь мы уже посмотрели так что у нас тут очень интересного здесь это тоже это тоже такое си оптика нету лобная доля все закрыт то у нас нет денег но все грузоподъезды за 800 всего лишь я думаю лишним не будет так все здесь нас ништячок все понятно так так мы хотели с вами писать сообщение поехали пока как ада сообщению так с собой награда диспетчер полиции так мама уиллс нет руку пожалуйста извините извините надо перезвонить и рада тебя слышать наконец то давно мы не разговаривали это еще с тех пор как джеки умер я звоню выразить соболезнования выразить соболезнования ты жил с нами под одной крышей имея уважение не разговаривать со мной как будто мы чужие друг для друга я сама хотела тебе позвонить я готовлю афренду по джакиту мы должны проститься с ним как положено церемония пройдет у нас в койоте соберутся многие из его хороших друзей не говорите ничего мама уиллс я приеду я ни секунды в этом не сомневалась до встречи ви так пойдемте да простимся с братаном нашим все 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 слыхал ты дома как быстро хороший у тебя слух а то как же если тебе что-то нужно ты знаешь где меня найти а потом качку значит пиздин с детком нашим таскать друга но тоже бывший таскать в спасибо что пришел садись садись хочешь пиво давайте немного салют давно мы с тобой не виделись как ты поживаешь да более-менее более-менее заехал бы хоть поужинал с нами ну эстракаса из тукаса ну ладно хватит что было то прошло я сейчас пытаюсь подготовить а френду столько надо сделать рук не хватает могу помочь gracias месь елю я сама справлюсь хватит и того что ты придешь проститься я бы хотел принять участие в церемонии но как положено чтобы не нарушать ваши традиции так просто у меня нет ничего что можно было бы положить у гроба чтобы почтить его память ну и что зато у тебя доброе сердце менинью нужно просто что-нибудь символическое ищи в его гараже там считай все его прошлое спасибо мама уэллс да не за что ви это тебе спасибо за твою чуткость гараж на республиканском проезде ай-тв привет ви что-то тут делаешь просто сижу и жду его хотя прекрасно понимаю что он больше никогда уже не придет последнее время я часто прихожу сюда посидеть могу час просидеть это глупо но я так скучаю по нему очень скучаю присядешь поболтаем почему глупо то это обычные человеческие чувства наверно джек много про тебя рассказывал говорил как много ты для него значишь прямо так и говорил скорее всего слова были совсем другие может быть и другие но он имел ввиду это серьезно я рада что ты узнал настоящего джеки все думали что он такой наивный весельчак который во всем ищет положительные стороны но они ошибались а ты что ним думала знаешь как он сам однажды сказал он бы заслонил меня от пули не задумываясь таких людей больше нет прямо как настоящий сын хэйвуда у него было столько надежд столько планов можно сказать из-за них он и погиб здесь осталась частичка джеки а почему ты не зашла у меня нет ключа джеки не сделал тебе дубликат разве вы не настолько близки он предлагал но я не хотела посягать на его личное пространство мама уэлс будет устраивать прощание с джеки мне надо найти что-то чем он дорожил не поможешь мне не уверена что мне стоит туда заходить думаешь пока рано дело не в этом мы с мамой уэлс не то чтобы она бы не хотела чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память так что лучше не надо джеки был бы рад если бы ты зашла это главное пойдем наверное еще с 2020 тут висит все полные его любимая запас на черный день не прикасаться но почему поркена поэдэст о каруна резервы и стратегика ва о мяч с подписью данте гонсалеса он тоже из хэйвуда в баскетбол у нас тут играли все но данте был самым лучшим если не ошибаюсь он был первым кто ушел из валентина как и джеки они оба хотели от жизни чего-то большего данте теперь капитана nc blackouts думаю ни одна холостяцкая нора без таких не обходится он говорил это коллекционные сейчас таких не выпускают ну да именно поэтому они тут и висят он любил копаться в двигателях первый раз он сел на мотоцикл в 15 знаю его навыки вождения удивляюсь как он не разбился да уж джеки любил тягать железо это был для него способ медитировать он говорил что штанга лучший слушатель поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов не туда способ зарядиться эрнест хэмингуэй по ком звонит колокол джеки часто ее перечитывал перед каждым большим заказом он говорил что этот мужик круче чем морган блэкхэнд а ты читала и как тебе у меня как-то руки не дошли думаю она хорошо подошла бы для фрэнды чем-то цикл не сканируется он не синим не отмечен но не сканируется ну да то есть я не могу пойди а больше тут ничего и нет закрыта интересно что там его логово смысле спальня наверное от нее был отдельный ключ давай посмотрим может джеки его где-то спрятал вот и все вот 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 щипать я запакался прикиньте блять какой-то текстуре нахуй а вот и ключ о джеки это мандала с ней долгая история эй все хорошо ты не представляешь насколько я однажды сказала джеки что ему нужно очистить это место от негативной энергии например с помощью мандала из песка он мне тогда ответил что из песка лучше построить замок дом родовое гнездо уэлсов крепость похоже ты влияла на него сильнее чем думала да наверное она прекрасна она ужасна но это самая красивая из всего что я видела в жизни аквариум остался таку кто такой так а его рыба карликовая акула совсем кружка мне кажется они стоят как самолет не думаю что он за нее платил любимая текила джеки так он ее и не открыл нет амулет на счастье одна из первых бутылок которые выпустил хисус де абаху это который основал сэнсон их осталось всего сто и все они у самых богатых людей мира откуда джеки ее достал вроде бы купил у какой-то старушки в мексике она ему жаловалась что абаха украл у нее рецепт старый ремень память об отце из детства этим ремнем он бил и джеки его мать в один прекрасный день джеки избил его самого и сказал что в следующий раз убьет папаша попал в больницу а потом ушел от них только зачем он его хранил видимо как напоминание классный кадр классный кадр классный кадр Продолжение следует... Чего же взять? Мяч, мне кажется, нет. Книга. В голове он хотел попасть в высшую лигу, но мечтавал. И стать богатым знаменитым и ттттп. Тут я не знаю, что подходит больше под это. Возьму её. Да, точно. Самое то для Джеки. Ну вот, для Фрэнда уже что-то есть. Но можешь тут ещё походить. Да нет, пойду идти. Нам пора идти. Знаешь, Вилья, я ещё останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс всё равно не хочет меня видеть. Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет. Просто она не считает меня идеальной невесткой. А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камила, и я не бывшая девушка Джеки. Мама Уэллс просто обожала Камилу. Ясно. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты прав. Спасибо, Ви. Так что? Пойдём? Идём. Ты не думала уехать из Нейт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьёзно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше. В Непал. Думала там и остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Мои глубокие соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нём, падро. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришёл. Мы сейчас начнём. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Большое спасибо всем, кто пришёл. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, девятнадцать. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали три раза. И всё рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел, как какой-то осьминог. Он сказал, не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится. А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Когда я ещё ходил в боксёрский клуб Бесы Найт-Сити, у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжёлая. Ни от кого я ещё так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Так и до сих пор. Мис кондоленциас а ла фамилья. Кэдэскансэээн пас. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. А выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллс. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. Он всегда хотел большего. Всегда упорно шел к своей мечте. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал, Бродер, главное в нашем деле никого не бояться. Ради своих близких он был готов пожертвовать всем. Даже жизнью. Но самое главное. Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа. Он не рассуждал. А просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут. И что однажды он станет легендой по смерти. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Он хотел большего, чем ему досталось от жизни. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Пор ми ихо. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашел время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите пригласите ее на ужин. Она точно имеет на это право. Знаешь что? Ты хороший парень. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Спасибо, но я не могу их взять. Простите. Надеюсь, вы меня понимаете. Куида Те Ви. Кампо в депрессии. Говорит, для него это как потерять одного своих. Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Пойдем по тебе так же плакать. Мне тоже, Эльса. Вот только не начинай, не сегодня. Мне тоже. Попьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэлса. За гордого сына Хейвуда. А, я пойду, Вик. Ага, увидимся, Ви. Не знаю, что ты левая, ребята. Может, тебе налить? За Джеки-то. Налей. За Джеки. Аминь, брат. Странно тут как-то. Без Джеки. Мне все время кажется, что вот я повернусь. А он здесь за стойкой сидит. На своем любимом месте. Вижу, Валентина все-таки не забыли о Джеки. В такие дни даже самая последняя сволочь вспоминает об уважении. Принципы. У Джеки были принципы. Они помогали ему не споткнуться. Я боялась, что лупы не переживали. Эй, эй, чё такое-то? Эй, всё в порядке? Да. Наверное, я просто мысленно до сих пор в его гараже. Не волнуйся за меня. Ты пришел попрощаться с одним из своих, Падре? Я пришел попрощаться с хорошим человеком. А ты сам-то хорошо знал, Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушел его отец и когда он привел в свой дом тебя. Да, Ви, я знал его очень хорошо. Как ты думаешь, Падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. Что, и всё? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. До свидания, Падре. Иди с Богом. О чем мы там? Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. В Валентина? Нет, блядь, на чтениях в воскресной школе. Хороший он был всё-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я Ви. Да, слышал о тебе. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентину. Спасибо. Ладно, выпью. Завелся. Мир его прав. Пока хватит, спасибо. Видишь, свою норму надо знать. Молчала бы лучше. Пойдем. Эх. Почтили память братана. Как говорится. Ну что ж, ребят, на этом тогда пока всё. Давайте пока завершим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно комментируйте видео. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...